Дорогие люди, добрый день! Я хочу сегодня с вами порассуждать немножечко на тему, почему важно участвовать в обучении своего собственного ребенка, почему не нужно абсолютно все навыки ребенка на кого-то делегировать и как-то аутсорсить, как это сейчас модно делать. Вот нужно ребенка научить в шахматы, отдадим на секцию. Нужно научить читать, отдадим. Нужно научить вырезать, отдадим. Нужно научить это, отдадим. И с одной стороны, в этом есть, скажем так, заслуга специалистов, которые этим занимаются, потому что, конечно, вот эта вот позиция, что вы родитель, вы не учитель, и поэтому отдайте это на обучение профессионалу, она очень выгодна нам как специалистам. Да, вот у меня есть направление в моей работе обучение чтению. И ко мне очень многие родители обращаются как раз для того, чтобы я дала ребенку этот навык. Но, тем не менее, я откровенно всегда говорю, и я для этого вам провожу вот эти бесплатные мастер-классы по обучению ребенка чтению, что если вы даете ребенку этот навык самостоятельно, то вы приобретаете гораздо больше, чем если этот навык вы будете аутсортить на специалиста. Но здесь тоже нужно смотреть индивидуально. Есть родители, которые, в принципе, не способны на то, чтобы обучить ребенка. Есть нарушенные детско-родительские отношения, когда ребенок просто не будет воспринимать информацию от родителя. А есть ситуация у родителя, когда он и так не видит ребенка в течение недели своего, и у них есть возможность более-менее как-то полноценно проводить время только два раза в неделю. И если еще вот это время родитель будет посвящать не каким-то теплым взаимоотношениям с ребенком и какой-то свободной игре, хобби, а будет вынужден заниматься с ним обучением, это тоже, конечно, хорошим образом и должным образом не повлияет именно на вот эти детско-родительские отношения. Поэтому здесь нужно, конечно же, взвешивать, но это видео о том, что, пожалуйста, не нужно все делегировать. Оставьте какие-то несколько навыков, которые будете давать ребенку вы самостоятельно. Например, вы можете учить его готовить, вы можете учить его ездить на велосипеде, вы можете научить его какому-то хобби, которым, например, вы сами владеете или хотите овладеть. Почему? Я вам сейчас назову пять причин. Во-первых, когда вы сами обучаете ребенка чему-то от начала и до конца, вы начинаете видеть и объективно оценивать обучаемость своего ребенка. Насколько он воспринимает информацию, как быстро он запоминает, или вы ему будете неделю объяснять одно и то же, и он не запомнит. Потому что, например, нарушена слухоречевая память или нарушена моторная память, ребенок не запоминает, у него не автоматизируются какие-то движения, ребенку трудно это дается. То есть вы начинаете видеть, что ребенок на каком-то этапе, например, что-то не схватывает, что-то ему не дается. И у вас есть возможность обратить на это внимание, вот сейчас, пока он еще маленький, не начал ходить в школу, и вы не столкнулись с тем, что ребенку тяжело учиться, потому что вот как раз вот этот навык мы не подтянули, мы его упустили. Почему? Потому что мы не знали, что он есть. А почему мы чаще всего не знаем, что он есть? Потому что мы не занимаемся с ребенком, мы не даем ему какие-то знания, мы не обучаем. Мы его возим, возим на развивашки, к педагогам, к специалистам, и мы не знаем, что у него что-то может быть не так. Потому что я очень часто была свидетелем того, как специалисты после занятий, а в большинстве у нас в своем родители водят все-таки на групповые занятия, когда дает обратную связь родителям, просто говорит какие-то заранее заученные типовые фразы. Он у вас умничка, или ну вот если бы не поведение, ну в принципе все нормально, да, вот в таком ключе. Ну он старается и так далее. И очень часто мы просто не знаем про своих детей того, что мы можем знать, если мы будем его, своего ребенка, чему-то учить. То есть объективная, да, какая-то оценка, насколько мы ребенок обучаем. А он как лучше понимает, если я ему покажу на примере, если я ему изображу, или если я ему на слух скажу, то есть как он будет запоминать. Да, то есть это первый момент, объективная оценка. Второй момент, когда вы даете ребенку своему какой-то навык, вы начинаете больше про него понимать. Если в первом пункте я больше говорила про его обучаемость, про его способность, то во втором пункте я здесь хочу сделать акцент на то, что вы начинаете понимать интересы своего ребенка, его сильные и слабые стороны. А какую часть работы он делает с удовольствием, да. Вот вы наблюдаете и вы можете это проанализировать. Потому что вы единственное, по сути дела, заинтересованное лицо в том, чтобы на самом деле у ребенка были качественно отработаны эти навыки. Зачастую, к сожалению, я сама с этим сталкиваюсь как мама, педагогу не важно качество навыков. У меня у самой ребенок посещал развивающие занятия, на которых мне просто приносили красивые подделки, но по факту мой ребенок так и не обладел ни навыками вырезания, ни лепки, ничего. Потому что все делалось руками педагога. Да, потому что детей много, у каждого должно что-то поучиться, и каждому на каком-то этапе педагог что-то делал и переделывал. И само качество навыков, оно очень серьезно пострадало. Почему? Потому что у педагога, видимо, была другая заинтересованность. И когда вы начинаете больше понимать про своего ребенка, вы сможете объективно понять, а на какую секцию ему пойти. А он у меня командный игрок или не командный? Или ему все-таки лучше как-то единолично заниматься каким-то видом спорта? А почему он не любит писать? А почему он у меня никогда не рисует? Вот у него нет никакого хобби, например. А может быть, просто у него рука слабая, а вы не знаете об этом, потому что вы его не учили писать. Вы не видите, что у него есть с этим трудность. И вот, да, вот эти вот два пункта, объективная оценка своего ребенка, и вы больше понимаете про своего ребенка, они имеют такое общее зерно. Еще ко мне очень часто как к специалисту приходит мама, которые говорят, ой, ну у меня такой болтун. Но по факту, когда мы начинаем заниматься, да, я маме говорю, мы будем заниматься развитием речи. И у меня мама так смотрит, да он болтает без умолка, без остановки. Я говорю, он болтает-то болтает. Но если мы не будем развивать речь целенаправленную, согласованную, он у вас не сможет ни сочинения писать, ни на вопросы отвечать, ни мысли свои излагать. Потому что одно дело свободное говорение, а другое дело умение высказаться по теме. Если вы обратите внимание даже на взрослых людей, мы все умеем разговаривать, мы все можем поговорить. Но огромное количество людей не может даже просто построить структуру разговора телефонного звонка. И звонить, например, записаться, и ну это, что там, ну вот к этому мне надо, вот. И он не может объяснить, он не может выразить свою мысль. И это развитие речи, потому что речь непосредственно влияет на мыслительные процессы, а мыслительные процессы, да, хорошие мыслительные процессы дают хорошую красивую речь. И поэтому, да, смотрите, не нужно думать, что если ваш ребенок постоянно прыгает и бегает, то он справится с какой-то физической нагрузкой, потому что, возможно, не он управляет собственным телом и может задавать ему команды, а тело управляет ими, у него есть вот эти импульсы, и поэтому он и скачет. А по факту на целенаправленных занятиях спортивной какой-то секции, где нужно выполнять команды, где нужно выполнять серийную организацию движения или последовательность заданных действий, то ребенок и не сможет это сделать. И вы это сможете узнать и прочувствовать, чтобы вовремя обратиться, даже за помощью, только если вы будете уделять этому время. Только если скажете, вы какой-нибудь танец выучили, а поехали с тобой поиграем по что-нибудь, да, в каком-нибудь игровом центре, и вы посмотрите, что или ребенок не может в аэрофутбол поиграть, или ребенок не может в кольцо попасть. Дальше. Третье. Почему важно уделять внимание этому? Потому что, когда вы обучаете ребенка, вы обучаетесь сами. Вы обучаетесь и навыкам передачи знания своих, потому что они у вас есть, и вы обучаетесь терпению. И здесь такой очень важный момент. Если для вас обучение ребенка сводится к тому, что вы только орете и отрезаетесь, вам тогда точно не нужно. И если вы хотите ребенку дать именно навык, вам тогда придется поработать со своей нервной системой, со своими импульсами, вам придется учиться терпению, вам придется учиться не совать свои руки и пытаться все переделать. Вам придется учить самого себя, отдергивать самого себя, чтобы вдруг не сделать замечания и не отбить у ребенка желание какой-либо деятельности. Ну и плюс, вы сами начинаете понимать про то, что вы делаете больше. Это прекрасно работает, и это видно. Одно дело, вы прочитали что-то, а другое дело, вам нужно это рассказать, объяснить кому-то. И вы начинаете понимать и чувствовать на себе, как у вас повышается вот этот уровень компетенции. Вы начинаете чувствовать себя увереннее. Это тоже очень важно, это тоже прекрасно влияет на взаимоотношения с ребенком. Естественно, четвертым пунктом я хочу сказать, при условии, что вы не отразаетесь, не бьете, не орете на ребенка, когда его чему-то учите, то когда вы занимаетесь какой-то совместной деятельностью, это вас сближает и объединяет. Потому что, если мы говорим про навыки, это же не обязательно чтение письмо. Это может быть, вы можете научить ребенка овладеть, дать ему возможность каким-то хобби, научить его раскрашивать, конструировать из алмазной мозаики, стрелять в тире, вместе стрелять, учиться метиться, грести веслами, крутить педали и так далее. То есть какой-то навык играть в шахматы, играть в шашки. Вы вместе, у вас появляется такая совместная деятельность, которая развивает вас физически, интеллектуально и приносит новый виток в ваши отношения. И, конечно же, пятый пункт в этом во всем, это появление осознанности. Вы становитесь более осознанным родителем. Потому что сейчас большинство родителей ничего не знает о своих детях. Если они что-то знают о них, то это только с чьих-то слов. Понимаете? Когда вам педагог, тренер, учитель что-то говорит о вашем ребенке, да, мы прислушаемся к тому, что это мнение специалиста. Но вы должны понимать, во-первых, специалист не всегда компетентный, к сожалению. Во-вторых, он в любом случае дает свою интерпретацию. И в-третьих, это опять же видение человека, видение вашего ребенка в иных условиях. Когда вы уделяете время тому, что вы сами чему-то обучаете ребенка или чему-то обучаетесь вместе с ним, вы становитесь более осознанным человеком, вы становитесь более осознанным родителем, вы становитесь более чутким к своему ребенку, к его запросам, вы становитесь более чутким к себе. И поэтому это очень важный момент. Знать про своего ребенка, быть ближе к своему ребенку даже вот в процессе обучения. Потому что в наставничестве нет ничего дурного. Это очень классно, когда ребенок может обратиться к родителю зачем-то, не помочь сделать уроки или не сделать за него. А вспомните, как это было здорово, когда мы, например, учились у своих бабушек чему-то, у своих дедов чему-то, у своих родителей. Когда мы бежали не гуглить, а мы бежали первым делом узнать у родителя, спросить у человека, которого ты считаешь компетентным. И вот эта осознанность и вот эта преемственность, это то, что мы, к сожалению, утратили. Поэтому, девчонки, уделяйте внимание, обучайте своих детей, если у вас есть такая возможность. По времени, по силам, по энергии. Я со своей стороны именно для этого веду свой канал, потому что мне хочется рассказывать вам, как какие-то навыки давать именно в формате не занятий, а в формате жизни с ребенком дома. Потому что я со своим ребенком дома жму изо дня в день. Именно для этого я задумала и реализовываю тренинг по маму успеванию, чтобы вы находили время на то, чтобы и играть с ребенком, и заниматься с ребенком. Поэтому я всем желаю вам становиться ближе со своими родителями, со своими детьми. На родителей, к сожалению, мы повлиять не можем, но мы можем сделать то, чтобы наша семья не разваливалась на кусочки, чтобы поколения, наши будущие поколения, не отсоединялись друг от друга. Всем добра и увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok